здравствуйте приветствую себя на канале в этом видео хочу чуть-чуть подробнее рассмотреть процесс вставки картинки в проект всем понятно что вставляется это с помощью insert canvas надеюсь что всем есть некоторые особенности которые ну скажем я определил для себя отключить видимость тел я в прошлом видео создавал уже вот эти контроллеры и когда вставлял картинки я покажу чуть позже некоторые настройки но вот этот фон он прозрачный то есть когда я выбрал картинку здесь он был белым конечно но в целом создавал некоторые проблемы с отображением но если пятки выбрать немножко не не те настройки ими вернусь чуть позже если у нас картинка черного имеет черный фон и немножко перегружена можно сделать ее прозрачным и сейчас я покажу как и так далее давайте откроем программку paint.net программка бесплатная работает очень быстро открывается практически мгновенно и скажем поможет решить некоторые моменты я можно открыть файл рабочем столе ну и например я выберу вот такую картинку мне важно нарисовать форму когда я вставлю это в проект то скажем черный цвет который будет здесь он будет немножко перегружать рабочую область мы можем просто выбрать здесь инструмент волшебная палочка кликнуть по картинке и перемещать вот так ползунок тесто мы видим как меняется область который мы выбираем вставляем то что нам интересно например вот это я нажимаю дел далее соответственно если мне что-то мешает я убираю это через выделение прямоугольным деревне этого делать намного проще если я получил вот такую картинку далее я с помощью сохранить как ставлю здесь выбираю формат пнг но каким-то образом сохраняю это например рабочем столе открою fusion и давайте я прям сюда же вставлю еще две картинки так я вставляю сейчас картинку без редактирования и вставлю картинку после редактирования окей также можно выделить на картинке те элементы которые не нужны удалить их сделать все это прозрачным и в целом при работе с вот с таким файлом с прозрачным фоном на мой взгляд работать более удобно вот такой способ я хотел показать это легально это быстро и на мой взгляд дает неплохой результат и повышает удобство работы так что по поводу ставки картинки давайте посмотрим некоторые настройки так здесь у меня находится картинка которая ставил такими настройками display true рендер был и стопроцентная непрозрачность давайте поставим ее хотя бы на 85 а здесь посмотрим здесь поставим те же самые 85 прозрачность но галочку display true снимем и рендер был тоже с ним то есть данная галочка отвечает за возможность наблюдать эскизы сквозь данную картинку ну а данная галочка показывает будет эта картинка участвовать в рендере ну а это общая прозрачность данной картинки нажму окей далее на виде спереди я просто сейчас создам несколько окружностей слишком большая ее действия пусть будут вот такие картинки и скетч и то мы наблюдаем а вот на этом эскизе видимость то есть на этой эта картинка галочкой display true она закрывает видимость нашего эскиза то есть в данном случае мы видим что эскиз находится как бы поверх данной картинки здесь все наоборот естественно если в этом случае я выкручу прозрачность на сто процентов то мы видим что наш эскиз будет абсолютно спрятан вот этой картинкой обращаем внимание на эту галочку и пользуемся этим правильно так отключу эти две картинки отключу скетч покажу еще такую интересную особенность я создал точнее вставил на двух перпендикулярных плоскостях взаимных на них я вставил картинки с прозрачным фоном здесь настрой как у меня стоит галочка renderable данная картинка участвует в рендере перейдем в render здесь находится у меня такое окружение посмотрим запустим in canvas render и наблюдаем что по очертанию это очень похоже на куст отбрасывает пень которая по форме напоминает этот куст конечно супер качественной картинки здесь наверно не получится достигнуть но в целом какой-то эффект расположение растения я думаю в кадре можно получить итак я показал вот такой куст давайте активирую следующие три картинки их я создал на вот этих трех плоскостях я на них ставил картинки с прозрачным фоном этого дерева здесь прозрачность данных картинок составляет по-моему давайте посмотрим около 80 процентов можно их поменять до 100 и тогда это будет такой же результат как у этого куста здесь картинка чуть светлее поэтому результаты думаю будет немножечко получше но здесь достаточно рваные края они кое-где белые поэтому результат немножко выбивается то есть данную картинку я сделал сам я просто помощью paint.net точно таким же способом нашел картинку дерево в интернете с непрозрачным фоном вот но вот здесь конечно такие шашечки они нарисованы но это не прозрачный фон вот это все удалил и ставил в проект и получил вот такой вот результат вот сейчас поможете к отвиснет в целом да можно получить растительность давайте остановим рендер я теперь включу вот эти три картинки они точно также находятся на этих трех плоскостях а здесь я расположил вот такой вот элемент дыма который я точно также в paint.net так открыл вот такую черно-белую картинку и точно точно также с этой палочкой волшебной я убрал лишние элементы вот ну и сохранил как png оставил проект посмотрим какого рендера это может какой рендер может нам выдать ну ничего крутого конечно здесь ожидайте думаю не стоит есть программы которые могут дать более качественную картинку ну для каких-то нужд я думаю это может быть полезно также данная картинка отбрасывать сложную тень вот причем разной интенсивности так закончу все это итак это все что я хотел показать в данном видео на этом все я заканчиваю надеюсь было интересно подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч так